Мучения, пытки и страдания. На следующий день неверующие снова собрались на этом месте. Снова говорили они о благословенном пророке. В это время посланник Аллаха подошёл к Абе. Неверующие напали на любимца Всевышнего Аллаха. Самый несчастный из них, Укба бин Муайд, первым схватил любящего пророка, саллиллаху алейу ассаляма, за воротник. Взялся за его благословенную шею и начал душить. В этот момент появился благословенный Абубакр и закричал, «Вы что, убьёте человека, сказавшего всего лишь, что Аллах его Создатель? Вам сообщил он аяты от Создателя мира!» И вмешался он в борьбу, чтобы предотвратить убийство. Неверующие стали нападать на него. Его благословенного били в голову кулаками и пинали ногами. А злосчастный Удба бин Рабиа ударил обувью в лицо Абубакра до крови. Его невозможно было узнать. Если бы не теимцы, которые прибежали и развели их, то они бы убили его. Люди из его племени положили бессильного, изнурённого и расстроенного Абубакра на покрывало и отнесли домой. Немедленно возвратившись назад к Ааби, сказали, «Если Абубакр умрёт, клянёмся, мы покончим судьбой». И вновь возвратились к Абубакру. Абубакр долгое время не мог прийти в себя. Отец его и бану-таимцы долго не могли привести его в сознание. Не успев открыть глаза, он спросил запутанным голосом, что делает посланник Аллаха, как его состояние. Оскорбили его. Мать спросила его, хочет ли он есть или пить. Он ничего не хотел и только спрашивал о посланнике Аллаха. Мать ответила, что ничего о нём не знает. Абубакр попросил её узнать о нём у дочери Хаттаба Умм-Муджамиля. Она была сестрой благословенного Умара и была мусульманкой. Умм-Мульхайр, мать Абубакра, сходила к ней, но ничего не узнала. Поскольку Умм-Муджамиль не знала ничего ни о состоянии посланника Алии Саляту Вассалям, ни о состоянии Абубакра, то пришла навестить его. Увидев его в таком тяжёлом состоянии, в ранах и в синяках, она не смогла сдержаться и вскрихнула. Племя, которое сделало это бешеное и дикое, молю Всевышнего Аллаха, чтобы получили они по заслугам. Благословенный Абубакр спросил Умм-Муджамиль о посланнике Аллаха, она не хотела говорить о нём при матери Абубакра. Но он сказал, что не стоит беспокоиться, она не навредит им ничем и ничего никому не расскажет. Умм-Муджамиль сказала, он жив, чувствует себя хорошо. Он опять спросил о нахождении посланника Аллаха, Алии Саляту Вассалям. Она ответила, что он в доме Аркамы. Абубакр поклялся, что ничего не съест и не выпьет, пока не увидит любимого пророка, Саляту Вассалям, своими глазами. Мать сказала, ты подожди, пока все уснут. Как только вокруг стало тихо, Абубакр, опираясь на мать и Умм-Муджамиль, пришёл к посланнику Аллаха, Саляту Вассалям. Обнял его и поцеловал, обнял всех своих братьев-мусульман. Состояние Абубакра очень расстроило любимого пророка, Саляту Вассалям. Абубакр обратился к благословенному пророку. О посланник Аллаха, пусть мои родители будут жертвами ради тебя. Эти дикари расстроили меня, приведя меня в неузнаваемое состояние. Рядом со мной моя мать, Сальма. Прошу вас помолиться за неё. Надеюсь, Всевышний Аллах освободит её от адского огня в вашу честь. Посланник Аллаха выполнил просьбу своего близкого друга и помолился Аллаху, чтобы Сальма приняла мусульманство. Аллах принял его мольбу, и Сальма также удостоилась чести стать одной из первых мусульманок. Дом любимого пророка, Али-Иссаляту Вассалям, был между домами непримиримых неверующих Абу Лягаба и Укбабин Абиму Айта. Они только и ждали момента, чтобы причинить страдания ему. Даже ночами оставляли у его ворот потраха животных. Но Абу Лягабу этого казалось мало, и он из соседнего дома бросал в пророка камнями. А жена его, Умм-Уджамиль, собирала колючки и бросала там, где проходил посланник Аллаху Саляту Вассалям. Однажды благословенный Хамза, дядя пророка, увидел Абу Лягаба, выливающего нечистоту у ворот посланника Аллаху Саляту Вассалям. Он подбежал к нему и опрокинул эти нечистоты ему же на голову. После стольких страданий, причинённых пророку Аллаху Саляту Вассалям, Абу Лягабом и его женой, была ниспослана сура «Таббат» про них. «Пусть пропадут обе руки Абу Лягаба, и сам он пропал». Не помогло ему его богатство и то, что он приобрёл. Будет он гореть в огне с пламенем, и жена его тоже, носильщица дров, на шее у неё верёвка из пальмовых волокон. Сура 111, аяты с 1 по 5. Услышав об этой суре, жена Абу Лягаба стала искать пророка Аллаху Саляту Вассалям. Узнав, что он в Каабе, взяла в руки большой камень и пошла в Каабу. В это время посланник Аллаха беседовал с Абу Бакром. Абу Бакр, увидев её, сказал, «О, посланник Аллаха, идёт Уму Джамиль. Спрятались бы вы лучше куда-нибудь. Скверная она женщина. Боюсь, навредит вам чем-нибудь». Посланник Аллаху Саляту Вассалям в ответ, «Она меня не увидит». Подойдя, Уму Джамиль уставилась на Абу Бакра. «О, Абу Бакр, где твой дружок? Он оскорбил меня и моего мужа. Если он поэт, то и мы с мужем поэты. Я сочиню ему сатиру. Мы против него. Не принимаем его пророчества. И не нравится нам его религия. Клянусь, если бы увидела его, то я ударила бы его этим камнем». Абу Бакр ответил ей, что его друг не поэт, да я не сочинял сатиру про них. Когда она ушла, Абу Бакр обернулся к посланнику Аллаха Али-Иссаляту Вассалям и спросил «О, посланник Аллаха, она вас не увидела?» Он ответил «Не увидела. Всевышний Аллах сделал меня невидимым для её глаз». Дочери пророка Али-Иссаляту Вассалям, благословенные Умму Кульсум и Рукия, были обручены сыновьями Абу Ляхаба, Утайбой и Утбай. С появлением суры Таббат, отец женихов и остальные неверные сказали им «Взяв его дочерей, вы облегчили ему груз. Не женитесь на них, пусть грузом они будут на шее отца. Вам же найдём любых курайшитских девиц». После этих слов Утайба поступил очень низко. Он пришёл к пророку и оскорбил его и его дочерей. «О, Мухаммад, я не признаю тебя и твою религию, и отпустил твою дочь. Теперь мы будем ненавидеть друг друга и никогда не станем посещать друг друга». Затем напал на благословенного пророка Али-Иссаляту Вассалям и взял его за горло, порвал его одежду и оскорбил. А пророк наш благословенный Салли Аллаху Али-Иссалям помолился Аллаху Всевышнему. «О, Создатель, пошли на него одного из твоих хищников». Несчастный Утайба всё сообщил своему отцу, а тот сказал, «Я в страхе за тебя от его мольбы». Через несколько дней Абу-Ляха подправил Утайбу в Дамаск торговать. Когда в пути караван сделал остановку в местечке Зарка, неподалёку стал бродить один лев. Увидев его, Утайба испугался и сказал, «О, Боже, клянусь, это проклятие Мухаммада принято Аллахом. Этот лев съест меня. Даже если он в Мекке, он мой убийца». На некоторое время лев исчез, но Утайба лёг на самое высокое место, чтобы лев его не достал. Ночью лев появился снова. Понюхал цех и подошёл к Утайбе. Прыгнув, рассёк ему живот, схватил голову и ужасно закончил своё дело. Умирая, Утайба зарыдал, «Я же говорил вам, что Мухаммад самый правдивый среди людей». И умер он в страшных муках. Услышав о трагической смерти сына, Абу-Ляхаб говорил, причитая, «Не говорил ли я вам, что боюсь я мольбы Мухаммада, в которой он проклял моего сына?» Любящий пророк призывал всех к бесконечному счастью, к вере в единого Аллаха. Любящий пророк призывал жить человечно, уважать и почитать друг друга, и достигать высших ступеней в стремлении к лучшему. Они верующие продолжали и дало поклонство, говоря, что это религия их предков. Они упрямо настаивали на своем и продолжали причинять страдания верующим. Их главарем был Абу-Ляхаб. Он все время преследовал посланника а.с., уговаривая при этом людей не слушать его слов. Если посланник Аллаха на собраниях и на ярмарках призывал людей говорить «Ля илляха илля Аллах» и этим спастись, Абу-Ляхаб же, перебивая, говорил «О люди, это мой племянник, ни в коем случае не слушайте его, ни в коем случае не слушайте его, держитесь от него подальше». Однажды Мухаммад а.с. читал молитву в Каабе. Семеро человек курайшитов, среди которых был Абу-Ляхаб, Шайба бин Рабия, Удба бин Рабия, Укба бин Аби Муайт и другие неверующие, пришли к Каабе и уселись неподалёку. Тут же рядом лежали останки верблюда, оставшиеся со вчерашнего дня. Негодяй Абу-Джагль предложил своим друзьям «Пусть кто-нибудь подойдёт и возьмёт останки верблюда и положит их на спину Мухаммада, когда он будет в земном поклоне». С места встал самый безжалостный, самый несчастный среди них, Укба бин Аби Муайт и положил останки верблюда на плечи благословенного пророка, когда он делал поклон. Смотревшие на это неверующие смеялись, задыхаясь от смеха, а благословенный пророк даже не обратил на них внимания, и не сдвинулся с места. Всё это видел Абдулла бин Мас'уд, один из подвижников пророка Али-Иссаляту-Ассалям. Он рассказал об этом так. «Увидев посланника Аллаха в таком положении, кровь вскипела во мне. Но не было никого, кто мог бы мне помочь защитить его от неверующих. Я тогда даже не мог слово сказать. Стоял и смотрел, что будет делать пророк. Если бы было кому помочь мне, я бы это так не оставил». В это время об этом сообщили его дочери Фатиме. Тогда Фатима была ещё маленькой. Она прибежала и скинула все останки, проклиная всех, кто сделал это. Посланник, салли Аллаху алейу ассаляму, завершил свою молитву, как будто ничего не случилось. Затем повторил три раза. «О мой Аллах, эту общину Курайшитов поручаю тебе. О мой Аллах, поручаю тебе Абуджахля Амр бин Хишама. О мой Аллах, поручаю тебе Удбу бин Рабию. О мой Аллах, поручаю тебе Шаибу бин Рабию. О мой Аллах, поручаю тебе Укбу бин Абиму Айта. О мой Аллах, поручаю тебе Умайю бин Халяфа. О мой Аллах, поручаю тебе Валида бин Удбу. О мой Аллах, «Поручаю тебе Умара бин Валида». Услышав это, неверующие перестали смеяться. Испугались, потому что помнили, как он проклял Утайбу, сына Абу Ляхаба. Благословенный пророк, саллиллаху алейкум, сказал Абу Джаглю, «Клянусь Аллахом, или ты откажешься от своих поступков, или же Всевышний Аллах накажет тебя. Клянусь Аллахом, что я сам видел своими глазами, как все они были убиты в бою Бадр и погребли их в одну яму». Однажды Абу Джагль, возле Байтуллаха, Кааба, сказал идолопоклонникам, «О, община Курайшитов! Как видите, Мухаммад не перестает осуждать нашу религию, злословит идолам и нашим предкам, поклонявшимся им. Клянусь вам, завтра принесу сюда очень тяжелый камень и ударю его по голове в тот момент, когда он будет молиться. Мне все равно, хотите, защищайте меня от сынов Абдульмутталиба, хотите – нет. После того, как я его убью, пусть его родственники делают со мной, что хотят». Находящиеся там неверующие стали провоцировать его. «Клянемся, мы будем тебя защищать и никому не предадим. Ты только убей его». Утром Абу Джагль принес Каабе тяжелый камень и стал ждать прихода пророка, алей-иссаляту вассалям. Пришел любимый пророк, саллиллаху алей-иссалям, и начал, как всегда, читать молитву. Абу Джагль встал, взял камень и направился прямо к посланнику Аллаха, алей-иссаляту вассалям. Все неверующие с волнением наблюдали за ним. Как только он подошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алей-иссалям, начал дрожать. Камень выпал из его рук. Весь он как-то посерел и стал удаляться от него в глубоком страхе. Когда многобожники спросили его, «О, Амр-бин-Хишам, что случилось?» Абу Джагль ответил, «Как только я приготовился его ударить, передо мной, как из-под земли, появился верблюд. Клянусь, что в жизни я не видел такого верблюда с высокими горбами, с острыми зубами и такого страшного вида. Если бы я к нему приблизился, он бы меня обязательно убил». И вновь в один день Абу Джагль, собрав всех неверующих, сказал, «Если увижу его еще раз, раскрою ему череп». Однажды благословенный господин мира собрался читать молитву. В это время Абу Джагль сидел с друзьями. Этот несчастный человек пытался навредить пророку, саллиллаху алей-иссалям, но неожиданно, протирая руками лицо, побежал от него прочь, и долопоклонники спросили его потом, «Что с тобой было?» Абу Джагль ответил, «Между нами вдруг появился колодец с огнем, и кто-то напал на меня. Я убежал». Авалид бин Мухира, Абу Джагль Амр бин Хишам, Асвад бин Муталлиб, Умайя бин Халяв, Асвад бин Абди Ауаз, Ас бин Ваиль, Харис бин Кайс и другие неверующие надсмехались над посланником Аллаха алей-иссаляму, пророком, и считает, что к нему приходит Джибриль. В один из таких дней к расстроенному пророку, саллиллаху алей-иссалям, явился Джибриль, алей-иссалям, и передал некоторые аяты, которые в переводе смысла означали, в 10 аяте суры 6 «Анам» «Издевались уже над посланниками, бывшими до тебя, и постигла тех, которые смеялись над ними, то, над чем они издевались». И еще в 95-м, 97-м аятах суры 15 «Хеджер» «Тебе достаточно нас против тех, которые насмехаются, те люди, которые присоединяют к Богу другие божества, скоро узнают, какие наказания ждут их. И знаем мы уже, что грудь твоя стесняется от того, что они говорят». Однажды, когда господин Мира совершал обход вокруг Каабы, совершал таваф, к нему явился Джибриль, алей-иссалям, и сказал «Я получил приказ наказать неверующих, насмехающихся над тобой». Мимо них прошел Валид бин Мугира. Джибриль, алей-иссалям, спросил у благословенного пророка о нем. Он ответил «Один из самых скверных рабов Всевышнего Аллаха». Джибриль, алей-иссалям, указал на его ноги и сказал «Я проучу его». Прошел Ас бин Ваиль, про которого получил такой же ответ, и указал на его живот. Когда прошел Асвад бин Муталлиб, он указал на его глаза, Абди Ауасу – на его голову, Харусу бин Кайсу – на его живот. А благословенному пророку, саллиллаху алей-иссалям, сказал «О Мухаммад, Всевышний Аллах освободил тебя от их зла. В скором времени все они будут наказаны». Так и случилось. Асу бин Ваилю в ногу воткнулась колючка. Как не лечили, не помогло. Нога его вспухла, как верблюжья шея. Умирал он мучительной смертью, а перед смертью вскричал «Меня убил Аллах Мухаммада». Асвад бин Муталлиб стал слепым, после чего Джабриль алей-иссалям ударил его голову о дерево и убил. У Асвада бин Абди Ауаса лицо и тело стали чурными, когда он был в Бадисамуме. Его не узнали, когда возвратился домой, и прогнали. От горя он бил голову о двери своего дома и умер. Харис бин Кайс съел соленую рыбу, и у него поднялся сильный жар. Сколько не пил воду, не мог утолить жажду. В конце концов, живот его вспух и лопнул. А в ногу Валид бин Мугира воткнулась железная заноза. Он скончался от большой потери крови, сказав перед смертью, что его убил Аллах Мухаммада. Вот так все получили по заслугам. И кроме того, было сообщено в аятах, что все мушрики вечно будут мучиться в аду. Однажды пророк алей-иссаляту и салям встретился с Хакамом бин Абулясом. Когда разошлись, Акам стал насмехаться над посланником Аллаха алей-иссаляту и салям, изображая его сотрясением тела и искажением лица. Пророк саллиллаху алей-иссалям увидел это при помощи своего пророческого Нура и взмолился о том, чтобы тот остался таким на всю жизнь. Вдруг Абуль-Ас стал трястись и так трясся всю свою жизнь. Пророк саллиллаху алей-иссалат. Пророк саллиллаху алей-иссалат. Продолжение следует...